приветствую всех настоящих ценителей бокса только что в прямом эфире посмотрел поединок артура бетербеева против колума смита и хочу с вами поделиться впечатлениями а также поединок проанализируем технически что именно происходило в ринге и сделаем из него простые но достаточно интересные выводы в частности как может сложиться потенциальный бой артура бетербеева против дмитрия бивола который судя по всему на этот раз уже на самом деле состоится но с большой долей вероятности теперь чтобы нам понять что именно происходило в ринге нам нужна некая предыстория как бьется артур бетербеев российский боксер смотрите вообще вот кто когда бьется до боя я прогнозы всегда выкладываю в свой закрытый канал подписка на него платная если кому интересно можете смело подписываться и до боя вы будете получать всегда очень хорошую аналитику но если кратко по артур бетербеев это очень качественный боксер очень техничный боксер он бьется именно что по классике то есть он обладатель можно сказать советской школы бокса или классической школы бокса мировой но именно ее силового варианта и дальше каждый использует свои сильные стороны у артура сильная сторона то что могучий то есть он очень жесткий физически до соответственно он входит в свою дистанцию средне ближнюю и там соперника окучивает в узких коридорах то есть это когда без какого-либо там мексиканского замаха размаха а это когда все очень как бы жесткого близко и под разными углами то есть с одной стороны с другой стороны голова корпус в общем везде просовывает при этом он с одной стороны не торопливый ну такова его природа нельзя быть все одновременно ты не можешь быть и как гоночная машина и как там джип или там трактор танк то есть такого не бывает все одновременно то есть артур по природе он не торопливый довольно но у него и чувство есть дистанция чувство момента и технические наработки то есть именно в общем очень хорошо момент чувствует соответственно калом смит на боя чисто по технике для артура очень удобен потому что это британец это высокий спортсмен на культур но он в принципе не использует свой рост во первых он малоподвижный то есть как правило высокий но если человек дистанционщиком хочет быть ему нужно на ногах бегать ну как дмитрий бивил допустим делает флойд майвезер ну вообще много кто и нету этого у калома смита он просто не обладает этим и 2 момент еще более важный высокий если ты то тебе надо иметь как минимум левую руку которая как пулемет будет стрелять то есть она будет тебя вперед 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 назад то есть но такая играющая лево рука которой лево 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 на противники а это калома смита и этого нету опять же то есть он высокий он жестко бьет он кстати бьет не особо слабее артура битребиева Может даже вдруг сильнее Ну хотя вряд ли, ну не знаю, но он очень тяжело бьет Но он бьет именно, бам, один удар И да, и он нанял нового тренера Тренер Бадди Магирт, у которого прозвище было дабл джеб То есть он специалист по классическому боксу По прямым ударам Бадди Магирт И он его учил, что типа бей там три левых подряд Но это как бы не его То есть он бросает бомбу тяжелую, Колумб Смит Но как бы все То есть он не может левой рукой именно как бы удержать более низкого оппонента Вот, и поэтому чисто по технике бокса Ну так как бы должно быть, что он должен быть легкой жертвой для Артура Ну потому что Артур войдет просто на свою дистанцию И если у них начнется обмен ударов То Колумб, да, он бьет свои эти боковые Левый боковой он бьет, срезает всех там правый Но у него более длинные конечности То есть ты не успеешь по динамике Это как Майку Тайсону, почему все проигрывали вблизи Они может даже бьются сильнее, чем он, чем Майк Тайсон Но он ниже, более короткие руки Он все поэтому успевает А они, пока они там развернутся что-то Они даже не успевают защититься, среагировать И это как бы было чисто по теории бокса По идее что ждать? Ждать конечно же победу Артура Бетробиева Но дело в том, что Артур Бетробиев Ему уже вот в этом месяце, в январе, в конце января Ему исполнится 39 лет То есть если вы сами занимались боксом Или вообще любым спортом каким-либо Или даже если вы просто фанат бокса Следите за боксом То вы прекрасно понимаете Что 39 лет это очень зрелый возраст для боксера Это просто очень большой возраст И в этом естественно были определенные риски Теперь, что мы в итоге увидели в ринге Давайте прям конкретно Артур очень резко начал То есть он начал прямо сходу Поджал канатом Калума И стал его бить именно в своей классической манере То есть когда удары сыпятся И в коротких амплитудах То есть сбоку, сбоку, снизу Голова, корпус И как бы близко здесь все То есть нету такого, что Размахнулся, соперник твой уже защитился Давно подырнул и ушел А именно как бы близко То есть вот она голова рядом Вот они руки рядом И вот эти руки прямо голову сминают И прямо потерялся Калума Смит То есть он у канатов там висит весь Пытается защититься У него не получается никак Отчухаться в общем не может Но потом постепенно отпустил его Артур И в общем он устал так двигаться На дистанцию как бы снова уходит И вот это первый раунд Второй раунд Причем когда Артур отпускал соперника Да, то Калум у него даже были хорошие моменты Он попадал Снизу Артура поднял А другой раз попал свой левый сбоку У Артура у него сразу была заготовка Но это самое очевидное, самое понятное Все это повторили уже там сто раз Что Калум Смит лево-боковой Его коронный удар Ну в принципе да И у Артура были постоянно руки на месте И у него рука постоянно страховала То есть он закрывал свой подбородок Но Калум одни раз ударил как бы за руку То есть это уже такая область Ну по сути область уха уже там она В общем между лицевой, частью и затылочной Он только раз и туда попал То есть были какие-то у него попадания Но в целом в любом случае Все эти раунды Второй, третий, четвертый Артур вреда наносил больше Это было видно И чисто технически Два любопытных момента Во-первых у Артура Бетробиева заходила Лево-рука лучше сильно, лево-прямой Причем на что можно обратить внимание Что лево-прямой не в смысле Что джеб пощупал А именно лево-прямой такой Что он встряхивал Калума очень сильно То есть он лево-прямой Он прямо и сминал как бы этим ударом его То есть там видно, что именно Очень как бы энергия большая В этом лево-прямом То есть это прямо не джеб Прямо полноценный удар И он именно массу туда передавал Всю свою, да И он встряхивал очень сильно И вот это было очень интересно И также можно обратить внимание Что хотя Артур Бетробиев был ниже А соперник его выше и более длиннорукий Но дистанцию при этом Будучи более низким Контролировал именно Артур Бетробиев То есть у него лучше тайминг Лучше чувство дистанции Но мне кажется Это гораздо дальше То есть некоторые воспринимают Что тайминг, чувство дистанции Это чисто как бы знаете Как ну типа природа Вот там ему дано Вот у него там тайминг Ну конечно это тоже И более того Это тренируется с возрастом То есть если ты занимаешься боксом Без перерыва Ну нет у тебя пауз То это как бы тоже растет Как ни странно То есть с одной стороны Ты замедляешься С другой стороны Твое тело, твой мозг Спиной мозг Оно как бы все впитывает Как компьютер Как знаете не айресет Обучается Боксеры они же так же обучаются И ты как бы лучше Просчитываешь соперника Более все можешь вовремя сделать Но кроме этого Есть технические наработки То есть если мы посмотрим Как вот с дистанции Артур постоянно уходил назад Даже где-то давал там Поработать британцу И потом снова включался И почему как бы он каждый раз попадал Потому что у него много Обманных движений Обманных движений Это даже не обязательно Что он там удар показывает Как Канел Да что там раз показал Два показал Это такое знаете Незаметное То есть он там где-то раз Чуть вперед нагнулся Не ударил Потом раз нагнулся Бам ударил То есть вот какие-то такие Игры с дистанцией С шагами И получалось Что Артур с одной стороны Он как бы вроде Не особо быстрый И ниже ростом А дистанции Как бы он руководит И Калум очень хорошо Реагировал на его Обманные движения Причем они были малозаметны То есть Оно чуть-чуть Буквально там раз Что-то показал Потом показал Бам ударил Ну и с шагов вперед И Калум это каждый раз Посматривал То есть В общем Его перебоксировали В седьмом раунде Вы наверное все видели Что произошло В очередной раз Артур решил поработать Вторым номером Калум на него пошел И дальше мы увидели Такой эпизод Калум Смит бьет Левый прямой И остается на месте То есть опять же У каждого своя манера То есть кто-то Например Там Дмитрий Бивол Он обычно как делает Он бьет лево прямой И сразу уходит обратно Бьет уходит Но он даже часто Делает еще хитрее Он бьет И он не просто уходит Он бьет И выходит с боковых После этого Как бы вешает его за собой Закрывает А Калум нет То есть он бам Свою эту бомбу ударил Это он так и раньше делал То есть у него тяжелый удар Бам Но как бы у него нету Вот этой легкости Что там раз Два Три Он как бы один И он ударил И получается Артур поднял руки Защита Чуть-чуть на себя Его как бы потянул Чуть-чуть И после этого ударил Правобоковой Попал А Калум Он еще и по инерции Чуть вперед шел И вот этот удар сбил Он потерял равновесие Артур Бетербеев Начал вот добивать Уронил один раз Причем там не один Был тяжелый удар Там я не знаю Ударов Ну чуть ли не 10 было Он поднялся Бетербеев Начал снова добивать У канатов Еще там было ударов 10 Что просто жалко было Смотреть на Калума Смита И все В седьмом раунде Поединок был остановлен Бадим Агир Очень правильно сделал В общем сказал Что все Ну это тренер Калума Смита На этом бой окончен Давайте теперь Переходить к выводам Главный вывод Вот мы с вами прошлись По технике А что конкретно Что вообще можно зацепить Что вот можно Как-то вот Ну более детально рассмотреть Что как бы интересного В принципе С технической точки зрения Вроде все просто И все в силе Артура Бетербеева То есть он вышел И не раздавил Как бы мощью То есть многие считают Что Артур Бетербеев Это мощь Ну конечно Это мощь Естественно Но многое у него Строится именно На технике Народ Сейчас один момент Кота впущу Ой Вот у нас Приглашенный Эксперт канала Да Ой Такой вот Поздоровайся со зрителями Посмотри в камеру Посмотри в камеру Ну ладно Не хочет Отдыхай Это специалист у нас Он по кондициям По вопросам На физподготовке И диетологии Если что То обращайтесь Может вам Помочь За большую плату Шучу Ну так вот И получается Что Артур Бетербеев Именно не раздавил Как бы силы соперника Потому что он сам Очень сильный Этот Колумб Смит У него там такая физика Он откормился Накачался То есть там такая детина Вообще А он его именно Перебоксировал То есть не силы Как бы взял А скорее Как умения Чувством дистанции Чувством момента Шагами Обманными движениями И вы можете Обратить внимание Что Артур В этом бою Был очень осторожен Даже осторожнее обычного То есть он пытался Не добить соперника Во что бы за них Стало Он его отпускал часто Но у него Постоянно были руки На месте Особенно правая рука Была у червицей Все время Левая тоже То есть он Часто проваливал Колумб Смита Тоже вот Обратите внимание Сколько раз Колумб Смит промахивался Он Колумб Смит бьет Артур раз Делает шаг назад Как бы удар мимо То есть он его Именно перебоксировал Теперь давайте Переходить к выводам А еще Последний момент То что возраст Ну про возраст Мы сейчас еще поговорим Как может сложиться Бой с Дмитрием Биволом Во-первых Этот бой Судя по всему На самом деле состоится Потому что Насколько я знаю Артур уже много лет Хочет сразиться С Дмитрием Биволом Не именно с Дмитрием Биволом А просто Он хочет Объединить все пояса Ну короче Сразиться за все пояса За которые возможно Чтобы стать Абсолютно Выявить сильнейшего А команда Дмитрия Бивола Я опять же Против него ничего не имею Я кстати фанат Бивола тоже Бивол красавчик Вообще как бы Ксер очень хороший Но они как-то Что-то Как бы В прошлые годы Не торопились А тут вроде как Тоже Вот они говорят Согласны Подписали даже контракт И судя по всему Бой с Биволом На самом деле состоится Теперь Вот многие Когда сравнивают Кто выиграет Кто проиграет Они по соперникам Предыдущим И получается Бивол Бился против Артура Линдона Очень такой середняк Боксер британец Защищается Шолдеролом И джеб бросает И все Как бы И Бивол его Не сумел досрочить Бил, 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 бил Не сумел досрочить Артур Если бы вышел Он бы просто Расплющил Этого Линдона Да И как бы Вроде как Можно сделать вывод Что типа Артур круче Смотрите Понимаете Тут как бы Стиль и дело в бои То есть Бивол Он Это боксеры Вот и Артур Бетербеев И Дмитрий Бивол Первое Что стоит признать Это боксеры Очень высокого уровня То есть Вот у них Мастерства На двоих Совсем много То есть Вот если этот бой Смотреть По вообще Количеству техники Количеству мастерства Таланта в этом бою Это я не знаю Это наверное Как Майвезер Пакьяо Не меньше То есть Это Я считаю Это например Больше Чем Теренс Кроуфорд Против Эрла Спенса Почему Потому что У Кроуфорда Мастерство невероятное Но есть и достаточно Мастерства у Спенса А здесь Как бы Получается И Артур Бетербеев Это мастер Силового бокса То есть Это Это Технарь Это мощь Огромная Талант То есть Это Идеально вообще Но и Бивол Это не просто Он там Бегает Ручки бросает То что Многие говорят Он Канело победил Да это вообще Ерунда Канело Он вообще Маленький боксер Не в свои веса Зашел То есть Это не то Чем стоит гордиться Но Он сам по себе То есть Бивол Боксер Экстра класса Тоже То есть Он Огромный Мастер Дистанционного Осторожного Бокса То есть Это как Такой Российский Девин Хейни Только улучшенная Версия Ну Просто улучшенная По технике То есть Хейни Он Так попроще Боксирует Он грубоват Больше габаритами Берет Хейни А Бивол Берет Именно Техникой Талантом Скоростью И то есть Оба боксера Они экстра класса И вот так вот Как бы сказать Что По технике Здесь все понятно Что у них Полностью Противоположный стиль Что Артур Пойдет вперед Он будет Вколачивать Свои бомбы Скорее всего Он будет начать С корпуса То есть Жестко корпус Просаживать Ну И голову Естественно Тоже Чтобы копились Удары В корпус Вред копился Потом постарается Переводить на голову Постарается Бивола замыкать Поджимать канатом И его там Бомбардировать Вред он нанесет Ему огромный У канатов Но Бивола Канатом Поджать очень трудно Потому что Он очень скользкий И он Мало того Что на ногах Очень подвижно У него Советская школа бокса Ну Многие говорят Не советская Это Чистая игра Словами То есть Как бы Это и советская Не советская У него советская То что у него Есть силы В прямых ударах Это сейчас редкость Вот это Советская школа бокса А даже дело Не только в том Что он там Челночок делает Силы у него В прямых есть И вы понимаете То есть Это тоже такой С одной стороны Скользкий весь Тяжело Очень загнать А с другой стороны Бросает свои прямые Там каждый прямой Как палка То есть Он такой Бам И опять Ускакал Ускакал То есть Его очень тяжело загнать И Смотрите Мы к чему приходим Что Артур Бетербеев Вот ему На момент боя Будет уже Минимум 39 лет Возможно 39 с половиной лет Смотря на какую дату Подпишут контракт И вот я хочу Спросить у вас Вы знаете Хотя бы Один случай Когда два боксера Высокого уровня Встретились И тот Которому 39 лет Победил Вот Один Мне можете Примерно взвать Вот смотрите Давайте вспоминать Допустим Владимир Кличко Бился с Айджеем 40 лет было Владимиру Классно отбоксировал Но проиграл Наоборот Виталий Кличко Его брат Бился с Льюисом Я уж там не помню Сколько было Льюису лет Но тоже много Льюис тоже классно бился И А Ну кстати выиграл Да Потому что рассечение было Повезло Да Вот наверное Единственный пример И то из-за рассечения Дальше Майвезер Последний свой бой В боксе Именно он когда провел Против боксера В 38 лет Последний бой Больше он против боксеров Не выходил Александр Гвоздик Бился с Адонисом Стивенсоном Как Стивенсон Его вообще Как катапульта Его там ударил Стивенсона было 40 лет Кто в итоге Выиграл Александр Гвоздик То есть Вот я просто Примеров Когда боксер В возрасте 39 лет И не то чтобы Там звезда Майвезера Против балбеса А именно Вот оба топа И вот 39 лет взял И выиграл Вот я просто Исторически Как бы Объективно Просто Таких как бы Особо и нету Примеров То есть Я не знаю Может быть Вот Артур Бетербеев Может быть Будет первым Но просто Вот этот вот Как бы Возраст Цифра Это можно все 10 раз повторить Что он ведет Правильный образ жизни Что Ну понятно Что Скорее всего И он сильный По природе Там хорошие гены Он фанат спорта Он мало ущерба Получил в боях Да Да я это тоже Все знаю Что вы говорите Я не спорю Так и есть На самом деле Так и есть Это правда То как он сейчас Разгромил Колумб Смита Парень молодой Вышел В Британию Они там британцы Все на фарме Они там жесткие То есть Может быть Перед боем Он не химичился Перед этим боем Но до этого Он там Они раскачиваются Как вообще Становятся Какие-то эти Титаны Просто Космические Да В Британии У себя Вот И он вышел В 39 лет Ну Скоро будет 39 Его разбил Это уникально Я согласен Но вот этот момент Возраста С Биволом Когда два боксера Экстра класса Выходят Друг против друга И вот Одному 39 лет Это очень трудно Выиграть В 39 лет Это вот наверное То что я хотел сказать Все возможно Все возможно То есть Вот какие-то такие мысли Опять же Прогнозы Свои На бои Я выкладываю Каждую неделю Я их выкладываю В закрытом канале Да Там платная подписка Стоит целых 400 рублей В месяц Если вы живете в России Или 5 евро в месяц Если вы из другой страны Или даже вы можете подписаться В криптовалюте Тон Это которая Криптовалюта Телеграма Тоже такая возможность Есть Вот Подписывайтесь Я вас там всегда жду Там аналитика Бокса Прогнозы на бои Всем добра Спортсменам Уважения Артура Бетербьева Поздравляю С херчайшей победой До новых встреч Друзья Тушу камеру Тушу камеру